И снова здравствуйте, всем привет! Итак, начал я делать анимацию, где персонаж, значит, должен заехать в город. Вот пока, значит, базовая вот эта штука набросал, значит, город с двух сторон, добавил там каких-то, значит, скачанных вещей. Тут ещё будет корректировка и, значит, в чём вся фишка. Сюда понадобится шериф. Шериф, вот, едет, значит, наш персонаж, туда-сюда, он доезжает и, значит, подъезжает где-то к салуну. Вот где салун, возможно, я поищу потом и поставлю там офис шерифа. Где-то был, не могу найти пока. Ну вот пока это набросок. И, значит, он должен подъехать к офису шерифа и шериф там должен сидеть. Хотел я, значит, взять какой момент. Давайте посмотрим. По прошлым роликам, кто помнит, это, значит, вот такой вот, такая вот анимация. Сейчас загрузится. Что-то стал он дольше грузить у меня. А я ещё, в принципе, как говорится, и не начинал, да? Так, вот такая, значит, была анимация, если кто-то помнит по прошлым роликам, где я добавлял дым и вот сидит бандит. Вот такая у него анимация. И захотел я, ну, думаю, что, значит, есть у меня персонаж тоже с миксамовскими костями. Я сейчас это дело к нему применю. И, в принципе, чуть-чуть дописать, где-то доработать, а нет. Давайте смотреть. Значит так, первый вариант. Нужно этого персонажа закинуть в персонажа шерифа, у которого вставлен рик, вставлены глаза и так далее. И применить анимацию вот эту вот с костей, да, значит, тело к нему. Ну, что делаем? Что я пробую? Я, значит, делаю какую штуку? Первый раз я сохраняю экспорт, значит, FBX формат. Ну, а какой ещё, да? И на рабочий стол сохраняю вот всю вот эту сцену. Сейчас она сохранится. Так, заходим. Ещё сохраняем вот это же дело, только в формате, значит, экспорт формат DAI. Вот это. Пробуем его. Тоже сохраняем. Курит. Сейчас всё это дело сохранится, чтобы потом уже 20 раз в этот файл не заходить и вам показать. Так, два файла сохранены. Какие есть у нас тут ещё форматы? Давайте смотреть. Импорт. Так, экспорт. Формат CTL. Ну, в принципе, я думаю, не подойдёт. Формат OFFS по ригу, по костям, я думаю, тоже не зайдёт, потому что будет совсем другая штука. Так, SVG, PDF, DSD, Alliamps, ABC, вот это. Тоже, вроде бы, как я их не понял. Ну, как. Я их не тестил. Ну, PLI, это, BVH, это, значит, я показывал в прошлых роликах с помощью BVH, как всё это дело подключить. Ну, вот не хочу я использовать ни BVH, ни заморачиваться, а просто хочу вот этот риг применить к тому. Значит, что ещё можно? Пока это отставим, сразу начнём с этого момента. Давайте импортируем сюда FBX файл и, значит, найдём его. Это, значит, у меня в загрузках. Ну, любой давайте. Это Mixam-овские, без изменения, значит, костей, без применения аддона Mixam. Так, вот он у нас появился. Вот он, насколько маленький. Малюханенки, да? Вот он, наш шериф. Вот такая штука. Так, ну, чтобы применить, думаю, нужно, чтобы кости были изменены. Ну, а как иначе? Значит, N-панель, находим аддон Mixam-а Крит, меняем его внешний вид костей, ждём, смотрим. Вот так вот, настолько у меня вот медленно он работает. Хотя у меня ничего такого не включено. И с каждым разом он всё тяжелее и тяжелее начинает работать. Вот. Ну, слава Богу, заменился. Так, выбираем вот этот рик, выбираем этот рик и делаем что? Ctrl-L и Link Animation Date. Этот применился к этому персонажу, этот, значит, применился, но за счёт того, что у него руки длиннее, тут, видите, перекрутка пошла. Ну, понятно, применился. Так, теперь что, выбираем этого персонажа, выбираем этого, так, делаем Ctrl-L, Link Animation Date. И вот такая штука, значит, получилась. И теперь, если это всё дело менять, вы видите, что персонаж, ну, посадить его в такую позу, то бишь, вообще не проблема. Так что, не надо его и использовать. Вот. Потому что разный, значит, персонаж, разная длина рук, значит, посадка ног. У того, видите, таз выше, ноги длиннее, у этого ноги короче. Ну, в принципе, ноги он положил. Ноги, в принципе, лежат, ну, пойдёт. Чуть подправить, туда-сюда, руки припустить. Ну, это вот, это вот мне не нравится. Так, ладно, забыли за это дело. Больше гемору будет. Так. Заходим в файл, где у нас находится сам шериф. Так, шериф, рик. Так, вот он у нас шериф. Включаем его, видимость костей. И закидываем сюда, значит, fbx файл. Импорт, fbx файл. Закидываем, десктоп, ковбой, рик. Смотрим, ждём. Немножко тут, вот, видите, теперь размер тоже больше. Размер персонажей тоже больше всего того, что иначе, да? Так, а ну-ка. Так, привязываем его в SetOrigin 3D. Давайте курсору и сделаем его поменьше. В принципе, опускаем. Смотрим, что да как. Опять же, привязываем SetOrigin 3D курсору. Видать, мышка тоже у меня скоро хочет подгоняться. Так. Так, и вот есть у нас этот персонаж, и есть у нас этот. Вы видите, в каком состоянии, значит, у него находятся кости. Вот так они находятся. Двойные стали. Здесь тоже что-то понапутано, понаплетено. Ну, выбираем нашего персонажа, и выбираем нашего этого персонажа. Делаем Ctrl-L, Link Animation. И вы видите, что персонаж куда-то к бабушке улетел. Его тут как-то привязало, растянуло, сплюснуло. И, короче, забыли этот вопрос тоже. Так, ладно, забыли этот вопрос. Тоже тратить время, но его, как говорится. Так, выбираем наш персонаж, G. Так, вот этот тоже G, там, или Delete. И вот этого персонажа, так, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Так. Шапку тоже, и того, и Delete. Так, ещё что можно попробовать. Ну, теперь давайте файл DAI. Import файл DAI. Калада вот этот. Desktop. Находим его. Песня та же самая. Так, смотрим. Тут у него, о, как всё. Сохранилось. Фейс лица далеко. И вот. Тоже нехорошо, да? А ну-ка, если мы применим Ctrl-P. Ага. Наоборот. Ctrl-P. White Automatic Widget. Вообще получается вот такая штука. Короче, заниматься этой делой я дальше не стал искать, экспериментировать, смотреть, где какая информация, как это применить, потому что, ну, её нету. Я лично никогда не встречал, чтобы показывали, значит, как ведёт себя Миксамовский Рик, как он участвует в анимации, как к нему что-то применить. Короче, я взял и просто переделал анимацию. У меня ушло на эту анимацию где-то минут 20-30. И получился вот такой вот результат. Смотрим, значит, шериф. Где он? Шериф. Курит. Получилась у меня вот такая анимация. Так, вот у меня сидит шериф. Вот так вот. Так, пардон, я тут, значит, искал косяк и, получается, наверное, не удалил вот этот первый кадр. Это заходим в PostMod. Вот этот первый кадр нужно удалить, чтобы он на него не перекидывался. И получается, что персонаж, теперь у меня, видите, у него кружка маленькая, так как рука у него большая. И сигарета, сигара тоже у него мелкая. Вот, этот дым я добавил заново. Тут ничего сложного, всё быстро. И получилось у меня 350 почти кадров. Вот, вот, даже он, видите, не только курит, но он ещё и чай пьёт. Вот так вот. Вот такая получилась анимация. Так, давайте под углом. Включаем, всё, вот наш персонаж затягивается. Выдыхает, значит, дым. Видите, лёгкие у него работают. Поднимает кружку чая. Выпивает её. Так, вот такая штука. Потом сидит, едет наш персонаж на него. И он так медленно поворачивает голову. Смотрит, что там за фигня. Можно даже здесь ему ещё добавить какую штуку, что, мол, покачал головой. О, ещё, мол, один едет. Повторю и т.д. и т.п., да? Так, ну вот это дело есть. Давайте я сохраню ещё раз, потому что я кадр один выкинул, да? Так, я удалил источник света, удалил камеру. Здесь у меня, значит, картинки. И, значит, с анимациями вот этими, с дымом. Прикольно выдыхает, да? Вот. Так, тройка на нампаде. Кстати, вот как это всё дело устроено. Так, если вот на этом кадре он уменьшен, то на этом кадре можно его чуть-чуть подвести поближе и пониже вот так. Чтобы типа изо рта выдувался. И переписать этот кадр. Так, чтобы переписать, нужно на него прям чётко попасть. Ну и чуть-чуть давайте G. Вот так вот перетянем. Подставим. И, и LockRotScale. Потому что он, видите, я уменьшал его, чтобы его не было. А потом, когда он втягивается, оп, он появляется. Так, и появляется, значит, каким образом, что здесь вот можно ещё сделать штуку какую. Видите, он тут не изменяется, да? Тогда вот этот scale 35-й G мы подтянем ближе к этому кадру. Так, ещё G поближе. И, значит, заведём его в рот. Вот сюда вот. Раз. Пропишем и LockRotScale. И тогда бэмс нормально он выдыхает. Вот. Вот так будет лучше. Не заметил я этого момента. нормально распространяется, значит, это всё дело. Так. Итак, вот этот персонаж будет участвовать, значит, в дальнейшей, значит, анимации, где наш персонаж заедет, значит, в город. И будет, наверное, прикольно. Так, по городу массовка проходящих пока есть. Ну, конечно, это падре, матушка это со стволом. Потом у нас там ещё священник. А, нет, кто у нас ещё? Парикмахер есть и врач. Вот пока эти ходят. Ещё хозяин с женой этой бизнесмены. Ну, вот надо посмотреть, как их распространить, хотя бы, чтобы они в кадре, ну, чуть-чуть бы появились, да? Тогда будет прикольно. Так, ну, всё, вот, что хотел показать, значит, передел и вопрос по Ригу. Всё, всем пока, до свидания. Не пробуйте это дело присобачить, а делайте своё. Пока.